Благослови, Душа моя, Господа, благослови неси, Господи. Речи Господь, как и неудобь имущий богатство в Царствие Божие внидут, ученицы же ужасахуся о словесех Его, Иисус же пахе, отвечав глагола им, чадо, как неудобь уповающим на богатство в Царствие Божие внидут, удобе бы есть вельблуду сквозе и глине уши пройти, неже богату в Царствие Божие внидут. Они же излихо дивляхуся, глаголюще в себе, то кто может спасен быти? Возрев же на них Иисус глаголя, от человек невозможно, но не от Бога, вся бы возможна суть от Бога. Начат же Петр глаголать ему, все мы, оставихам вся, и вслед тебе и духам. Отвещав же Иисус рече, аминь глаголю вам. «Никто же есть и же оставил есть дом, или братью, или сестры, или отца, или матерь, или жену, или чада, или села, меня ради и Евангелия ради, а еще не приимет старицею ныне, во время сие, домов и братья, и сестры, и отца, и матери, и чад, и сел, по изгнании, и в веки грядущий живот вечный. Мнози же будут первые и последние, и последние первые, бях уже на пути восходяши в Иерусалим, и беваряя их Иисус, и ужасахуся, и во след идущие бояхуся». Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня пятница, 2 января. В этот день Церковь предлагает нашему вниманию в ангельское чтение от Марка, 10 глава, с 23 по 32 стих. Давайте послушаем, как это Евангелие звучит на русском языке. «И посмотрев вокруг, Иисус говорит ученикам своим, «Как трудно имеющим богатство войти в Царство Божие». Ученики ужаснулись от слов Его, но Иисус опять говорит им в ответ, «Дети, как трудно надеющимся на богатство войти в Царство Божие. Удобное верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие». Они же чрезвычайно изумлялись и говорили между собою, «Кто же может спастись?» Иисус, возрев на них, говорит им, «Человеку это невозможно, но не Богу, ибо все возможно Богу». И начал Петр говорить ему, «Вот мы и оставили все и последовали за тобою». Иисус сказал в ответ, «Истинно говорю вам, нет никого, кто оставил бы дом или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради меня и Евангелия, и не получил бы ныне во время этого среди гонений во сто крат более домов и братьев, и сестер, и отцов, и матерей, и детей, и земель, а в веки грядущем жизни вечной. Многие же будут первые, последними, и последние первыми. Когда были они на пути, восходя в Иерусалим, Иисус шел впереди их, и они ужасались, и, следуя за ним, были в страхе, подозвав двенадцать, и опять начал им говорить о том, что будет с ним». Итак, вот такое Евангелие, дорогие братья и сестры. В сегодняшний день мы слышим с вами, это вновь продолжение речи Христа, сказанное на фоне опечаленного, уходящего юноши своим ученикам. Господь говорит, что очень сложно войти богатому в Царство Небесное. Вот что же это за богатство, которое так преграждает путь человеку в Царство Божие? Понятно, что под этим богатством можно разуметь вообще все, вообще все то, что приковывает сердце человека здесь на земле. Господь говорит, что кто не оставит все ради меня и Евангелия, тот не достоин меня. То есть все, что бы нас ни связывалось здесь на земле, не может стать выше, не может стать главнее Христа, не может стать главнее той цели и идеи, ради которой мы здесь живем и трудимся. Это, конечно же, стремление попасть в Царство Небесное. Наша жизнь здесь на земле весьма ограничена и ограничена многим, в первую очередь тем временем, которым мы здесь находимся. Ради чего мы живем здесь на земле? Ради чего и какие цели достигаем в своей жизни? Как мы стремимся к ним? Ответы на эти вопросы очень важно задавать самому себе и очень важно давать на них правильные ответы. И вот не случайно Господь говорит, что невозможно Богу, невозможно просить и человеку, но все возможно Богу. Своими силами достичь Царства Небесного невозможно. Отказаться, может быть, своими силами от того, что мы здесь имеем, может быть, тоже представляется очень сложным и трудным здесь для нас, людей, в сердцах которых живут совершенно различные страсти, страсти, которые приковывают нас здесь к многим вещам материальным. Но Богу все возможно. То есть, если мы с вами будем иметь упование на волю Божию, если мы будем иметь упование на Бога, будем надеяться на божественную помощь, божественное представительство и ходатайство, тогда мы можем с вами быть уверенными в том, что Господь нам в нашем стремлении без сомнения поможет. Они чрезвычайно изумлялись. То есть, ученики говорили, кто может спастись. Еще раз повторимся и повторим ту мысль, почему все-таки вот эти слова Христа вызывают в учениках удивление. Все-таки богатство и достаток как таковой расценивались всегда как благословение Божие. Напротив, какие-то недостатки в семье, в жизни, бедствия, скорби и болезни расценивались как, назовем это, проклятием Божиим, которое Господь делает человеку из-за его греховной жизни. Но вот если у тебя нет греха, то значит Бог должен тебе благоволить и давать тебе материальное. Поэтому ученики удивлялись, почему же невозможно спастись тому человеку, который имеет в своей жизни вот эти достатки, и что мы бы назвали поистине, что назвали древнего поистине благословением Божиим за его праведную жизнь. Но это оказывается не так, Господь говорит, что проще верблюду залезть и пройти сквозь игольные уши, чем нежели богатому войти в Царство Небесное. Но вот здесь дальше апостол Петр говорит Христу, мы оставили все и последовали за тобой. То есть что будет нам за это? Буквально спрашивает апостол Петр. И мы с вами помним, что ученики, они до конца не понимали в целом того, что до их сердец пытался донести Господь. Ведь их представления о Мессии были примерно такими же и общими, как представления в древнем Израиле. То есть они ждали царя-победителя, они ждали того, кто вновь вернет блестательное царство, подобно царству Соломону. Но и здесь апостол Петр, он как бы отчасти может быть спрашивает Христа вот именно в этом контексте. Мы все оставили, говорит апостол Петр. А что будет нам? И Господь здесь говорит им очень важные слова, и мы их можем понять в отношении даже вообще в целом церкви, как вот этого богоспасаемого общества людей, организма, как в конечном счете тела Христова. Господь говорит, что нет ни одного человека, кто что бы то ни было оставил ради меня и не приобрел бы для себя в этой уже жизни в сто крат больше, а наипаче и в Царстве Небесном. А в чем это выражается? Оставил одно, но приобрел для себя во много раз другое. То есть оставил друзей, мать, жену, детей, а приобрел еще больше братьев, сестер, отцов, матерей и детей. В чем это выражается? Конечно, здесь речь идет о церкви. Не случайно мы называем друг друга братьями и сестрами. И здесь в лице друг друга приобретаем для себя вот своих единомышленников, приобретаем для себя тех, кто становится для нас настоящим другом и в самом правильном смысле этого слова. С одной стороны, с другой стороны, конечно же, приобретаем для себя в лице Христа, для себя вот того, кто для нас становится действительно отцом, кто для нас становится действительно тем, кто всякий раз имеет поддержку для каждого из нас. Когда же были они на пути в Иерусалим, Иисус шел впереди их. Они ужасались, исследовали за ним и были в страхе. Вот эти слова, конечно, Христа, они вызвали в сердцах учеников страх, сомнение, непонимание. И вот в 31 стихе до этого Господь говорит, что многие будут первыми последними, а последние первыми. То есть вот такой, опять же, закон жизни и принцип христианской жизни говорит Господь, что если хочешь быть первым, то ты послужи. И Он сам для нас являет пример ученикам. И помним, вот этот ярчайший пример на Тайной Вечере, когда Господь умывает ноги ученика. А перед этим сам Иоанн Креститель говорит, что я не достойно развязать ремня, сапог его. То есть если ты хочешь, чтобы... То есть ты в первую очередь показывай пример. Ты будь для всех примером. Ты будь для всех тем, кто бы смотрел на тебя и действительно бы сказала тебе, как о человеке с большой буквы. Поэтому Господь говорит, что кто хочет быть первым, тот должен быть последним. То есть ты в первую очередь совершай и находись в послушании. И тогда ты приобретешь для себя огромные богатства Царства Небесного. Вот такое Евангелие, дорогие братья и сестры, в сегодняшний день слышим мы с вами. Мы читали Евангелие от Марка, 10 главу, с 23 по 32 стих. Ну а я с вами на этом сегодня прощаюсь. Всего вам доброго, до новых встреч и храни вас Господь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова